Вот и отгремели по всей стране первомайские демонстрации. На площади Советов Артемовского тоже состоялось мероприятие, посвященное празднику мира, весны и труда. Демонстрация, казалось бы, традиционная, но что-то было в ней не так. Вроде бы и погода выдалась на славу поистине первомайская. И колонн участвующих в шествии собралось немало. Да и зрителей. Но в атмосфере чувствовалась какая-то потерянность людей, их усталость. Складывалось впечатление, что на площадь жители шли чисто рефлекторно. Во-первых, выходной. Во-вторых, затянувшаяся весна решила побаловать солнцем и теплом. Да и праздник как-никак. Но мысли людские выдавали их отнюдь неискрящиеся счастьем лица. Вернемся на столетия назад. В те времена, когда первомайские демонстрации были настоящим праздником для трудового народа. Кстати, в этом 2018 году первомайской демонстрации исполнилось 100 лет. Первый парад состоялся в Москве в 1918 году. И на протяжении многих, многих лет традиционно в этот день по площадям городов шли колонны рабочих и трудящихся. С трибун их приветствовали руководители КПСС. Звучала музыка, дикторы звонкими голосами, произносили лозунги. Толпы зрителей ликовали вместе с шествующими, испытывая гордость за страну, за свою малую родину. Первомай 2018 в принципе собрал на площади советов по количеству не меньшее число участников и зрителей, чем в минувшие годы. Этот праздник олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплоченность всех созидательных сил, объединенных общим стремлением к миру и стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию страны. Отметим, в этом году глава Артемовского городского округа довольно кратко поздравил участников демонстрации, без особых дифферамб, лишь подчеркнув, что совместный труд должен пойти на процветание Артемовского городского округа. Уверен, что наш совместный ударный труд пойдет на благо и процветание Артемовского городского округа и повысит качество жизни людей. Конечно, только в совместном труде жители Артемовского городского округа добиваются улучшения качества своей жизни. Но только почему-то без участия местной власти, которая не спешит на помощь людям, а только кричит об этом с трибун. Не будем далеко ходить и возьмем за пример поселок Красногвардейский Артемовского городского округа, в котором жители на днях, устав ждать действий от главы района и поселковой администрации, взялись своими силами строить у себя дорогу и мост. Это ли не доказательство пустословия чинуш? Кстати, с приходом к власти Андрея Самочерного на демонстрациях к 1 мая и к 9 мая. Слов для поздравления, кроме как главы, не дают никому. А ведь на трибунах всегда присутствуют ветераны. Возвращаясь к светлому празднику, 1 мая открыли шествие спортсмены Артемовского. Первомайский привет лыжной базе «Снежинка». Всего в прошедшем лыжном сезоне спортсменами «Снежинки» в областных и муниципальных соревнованиях завоевано более 400 медалей. Большой вклад в развитие молодежной политики вносят инструкторы по спорту. Цепилов Анатолий Юрьевич, Насущный Владимир Викторович, Загайнов Николай Александрович, Дерябин Алексей Дмитриевич, Базуев Петр Юрьевич, Хлюпин Олег Сергеевич, Абонезов Андрей Александрович, Базуева Ирина Борисовна, Чехалов Юрий Васильевич. Учреждение гордится своими воспитанниками, которые постоянно одерживают уверенную победу в областных, всероссийских и международных соревнованиях. Следом за спортсменами по площади прошли колонны молодежных организаций и образовательных учреждений города. Сегодня школа номер один. Это высокопрофессиональный педагогический коллектив. Школа номер один. Это ученики, мотивированные на высокие учебные результаты. Майский привет! Среднеобщеобразовательной школе номер два! Чередниченко Анастасия, Скутина Анна. 128 выпускников лицея награждены золотыми и серебряными медалями. 60% лицеистов учатся на 4 и 5. Ежегодно более 90 выпускников поступают в высшие учебные заведения. Лицей – это сочетание основного и дополнительного образования. К сожалению, не удалось прочувствовать дух 1 мая школьникам и педагогам поселка «Быланаш». Их колонны не прошествовали по главной городской площади. Возникает вопрос, а был ли вообще праздник трудящихся в селах и поселках Артемовского городского округа? Понятно, что жителям поселка Красногвардейский было не до праздника, они дорогу строили. Но как же прошел 1 мая по остальным томсам, остается только догадываться. Продолжая тему, состоявшиеся демонстрации в Артемовском отметим. В этом году среди колонн трудящихся от предприятий и организаций города, одной из самых многочисленных, стала колонна работников администрации. Вот кто был по-настоящему счастлив и рад празднику. Отметим, совершенно беззвучно скромно прошествовала колонна коммунальщиков, которую зрители лишь освистали. Анализируя праздничное событие и пытаясь найти ответ на вопрос, что же было не так с атмосферой праздника, понимаешь. Ведь если выключить микрофоны ведущих и музыкальное сопровождение, то 1 мая на площади Совета вшествовал молча. Большинство людей не ликовало, как это было в прошлом, потому что совсем не чувствуют той гордости за свою малую родину. Да и чем гордиться? Районом, где дороги приходится строить самим. Где ветхое жилье местная власть заставляет людей сносить своими силами. Где самые высокие платежи за тепло, и глава ничего не делает, чтобы помочь жителям. Вот и получили вместо веселого яркого праздника унылое торжество.